Книга «Открытым оком», автор Игнатий Тихонович Лапкин, 20-й том, вопрос 3373. Не хотели бы вы сделать сравнение христианства с буддизмом, как написали про мусульманство? Ответ. О буддизме написано и без меня теми, кто там был, где эту религию чтут. Если в мусульманстве есть в искаженном виде нечто из Ветхого и Нового Заветов, то в буддизме нет ни слова из Священного Писания. Буддизм настолько чужд христианству, что сравнивать просто нечего, считая его богопротивным учением, как от сатаны. Если сравнивать буддизм с монашеством, то тут найдем столь много общего, что можно подумать, что Антоний Великий или Павел Фивейский жили среди лам и тибетских монахов и принесли в христианство эту бациллу удаления от мира, бегства в пустыню. Помощник-покровитель. Страница 811. Сергий, архиепископ Владимирский. Нелепость буддизма при сравнении его с христианством. Цитирую. Нелепость буддизма. В высоком достоинстве его собственной личности и даже в том, что он имеет дух как особую субстанцию, есть пустое самообольщение. Что все его благороднейшие стремления и желания, особенно желания продолжения жизни и блаженного бессмертия за гробом, не имеют никакого основания и никогда не могут осуществиться. Он учит за тем, что нет никакого Бога и никакой надежды ни на конечное и сознательное вечное блаженство и святость для человеческого идеи дума. Не на будущее искупления от греха и проклятия для всего мира. Буддизм – это в высшей степени мрачная система пессимизма, какую мир едва ли когда видел до то ли. Система, возведенная в религию. Самое лучшее, чего человек может достигнуть по учению буддизма, есть только то, что он в состоянии сделать для себя лишь сам, своими собственными, никем, по-моршествуемыми силами. Способность его в этом отношении буддизм возвышает до крайней степени. Человек по учению этому сам может совершить свое спасение, в котором он нуждается. Нет и не нужно никакого иного высшего спасителя. Но для того, чтобы достигнуть даже самого лучшего, что предлагает буддизм, именно нирваны, она же достигается путем уничтожения сознания. Человек должен по буддийскому учению подавить все свои благороднейшие возрожденные предрасположения и свои естественные стремления к извечной любви и бессмертию. Бросить дом и семейство и попрать все священные обязанности жизни. Не очевидно ли отсюда, в каком действительно резком контрасте буддизм стоит к религии Господа нашего Иисуса Христа? По учению религии Иисуса Христа человек есть существо греховное и беспомощное, но зато у него есть всемогущий Божественный Спаситель, который жил и умер за него на земле, и который всех, кто уверует в него, как своего Спасителя, и последует его заповедям, возведет к высшим ступеням вечной жизни. А какой буддизм не может даже и вообразить? Религия Иисуса Христа дает ответ на наши стремления к беспредельной и вечной любви и к бесконечной мудрости, ибо она говорит нам, что есть живой Бог, Творец неба и земли, и везде присущий Промыслитель, которому мы должны уподобляться, и что этот живой Бог есть сама Любовь и Отец наш, что Он столь беспредельно любит нас, что ради нашего спасения послал на смерть Своего Единородного Сына. Она говорит также, что этот Бог Любви есть вместе и Бог Истины, и что поэтому и наша созданная им природа не ложна, а истина, и, следовательно, мы, не колеблясь, можем верить в то, чему побуждает верить всех людей их собственная природа, что универсальное чаяние и стремление человеческого сердца к личной и сознательной жизни после смерти вложено не за тем, чтобы вводить нас в обман и разочарование. Смерть, по учению Христовой религии, не есть конец всего, а лишь начало иной жизни. Дух наш и по смерти продолжает жить, а на конце времен воскреснет для жизни и наше тело. И вместе с тем, если только мы раскаемся в своих грехах, и если твердо верим в распятого за нас, воскресшего и вознесшегося Сына Божия, мы в воскресении наследуем жизнь вечной славы и бессмертия. Религия Христа сообщает нам, наконец, что в конце времен и небо, и земля изменятся в лучшее состояние, и Царство Божие наступит тогда во всей его силе и славе. Воля Божия будет тогда исполняться и на земле так же, как на небесах. Поистине, в таком учении есть свет, и если это так, то значит и тот, кто возвестил нам такое учение, поистине есть свет миру. Иоанна 9.5 Как он и действительно назвал себя. Поялик уже учение Христа, которое есть свет, противоположно учению Будды, то после этого не вправе ли мы сказать, что буддизм есть тьма, и даже тьма непроницаемая. Самое лучшее в буддизме – это его система морали. В этом согласны все. Однако и в этом отношение сходства буддизма с христианством весьма незначительно. Подобно христианству и буддизм признает, что исполнение одних внешних обрядовых предписаний не спасает человека, что в природе человека глубоко укоренятся разные мятежные волнения, служащие источником его скорби. Но насколько именно глубоко, этого Будда никогда ясно не видел. Точно так же, как он не видел и необходимости для человека возрождения свыше, о котором постоянно учил Иисус Христос. Будда признавал затем и неизбежную связь между грехом и воздаянием за него, и утверждал это прямо и решительно. А вместе с этим и вследствие этого наставил на гуманности, доброжелательности, снисходительности, чистоте в мире и в отношении ко всем существам. Все это бесспорно может заслужить лишь одобрение с нашей стороны, но отнюдь еще не может давать право ставить этическую систему буддизма наравне с христианской. Самые принципы или основоположения, на которых она покоится, как мы видели, ложны и несогласны с истинным сознанием человека. Закон, предписываемый ею, не имеет повелительного авторитета, и кроме того, в нем смешиваются вещи, существенно различные между собой. Он игнорирует высочайшую из всех обязанностей человека, обязанность в отношении к Богу, не различает строго доброго и обязательного от злого и безразличного, и то, что добро нередко называется злым и наоборот. Он клеймит человеческую природу как злую, но не потому, что она греховна, а просто лишь потому, что она существует, ибо всякое существование ей зло. Разного рода жизненные отношения, как отношение супругов, отношение родителей к детям и обратно, так же зло. И кто хочет достигнуть нирваны, тот должен отрешиться и от них. Даже многие истины и добродетели до того преувеличиваются в буддистской этике, что они совсем теряют свой характер истинности и добродетельности. Сильно настаивает она на высоком достоинстве человечности, но, недовольствуясь этим, доходит до того, что боготворит ее. Она возвещает так же терпимость к другим верам, но ее веротерпимость на самом деле есть лишь безразличие к истине. Какое возможно и бывает у того, кто дошел до убеждения, что сама жизнь здесь ложь и обман, и что нет в ней ничего лучшего, кроме страданий и пустоты. Наконец, и мотивы, указываемые буддистской этикой, если не всегда дурны, то всегда низменны. Ее высшее понятие о несамолюбии, бескорыстии состоит в том, чтобы быть несамолюбивым, лишь ради самолюбивой цели достижения нирваны, в которой невозможно уже никакие пожелания, а следовательно, не может уже быть и никаких страданий, ибо страдания и возникают, собственно, от пожеланий. Что касается практических результатов этической системы буддизма, то хотя нельзя отрицать, что она внесла нечто и доброе в жизнь грубых и диких племен, принявших учения Будды, но все же результаты ее даже в лучшем случае далеко не полны и несовершенны. Она не выработала ни одного типа характера, столь высокого, каким отличаются многие герои христианской церкви. Ни одной нации она не возвела на более высокую ступень духовного развития, чем та, на какой стоит Китай или Сиам. И найдется ли хотя бы один неверующий среди современных христиан, который при всем своем горячем и искреннем сочувствии к буддизму, охотнее решился бы воспитать своих детей в китайском, в Сиамском, в Бурмейском или Тибетском обществе, чем в христианском. Евангельско-христианская система и этики – недосягаемая высота в сравнении с этикой буддизма. Ее принципы вполне согласны с необходимыми суждениями человека и с подказанием его совести. Принципы эти – Бог-законодатель и свободная воля человека. Потому что есть живой Бог и потому что Он – высшее совершенство и нравственное благо. Христианская этика на самом первом месте поставляет нашу обязанность любить Его по преимуществу и служить Ему с благоговением и непоколюбимой верностью. Это и все остальные наши обязанности покоятся на авторитете Божьем, авторитете премудрым, всесвятом, всеблагом и всемогущем. Закон христианской этики прост и вполне определен. Он состоит в том, чтобы мы любили Бога от всего сердца и ближних своих, как самих себя. От человеческой природы христианская этика учит, что она, как делотворение Божье – благо. И как благо, и все созданное Богом, и уничижается, и оскверняется лишь грехом, совершаемым человеком в силу присущей Ему свободы. Что не только душа, но и тело человека предназначено для славного бессмертия. Супружеские отношения, равны как и неразрывно связанные с ним отчество и материнство, также не только не унижаются христианству, но наоборот освящаются и возвышаются. И только тем, кто чувствует себя способным навсегда сохранить свое детство, советуются оставаться безбрачными. Что касается мотивов в нравственной деятельности, то христианская этика, хотя они игнорируют, и сравнительно низших мотивов, каковы страх и надежда, но эти мотивы всюду поставляются ей в должное подчинение к Высшим. И как на самый высший субъективный мотив, она указывает на бескорыстную любовь к Богу, который нас прежде возлюбил своей бесконечной любовью и дал пример, как и мы должны любить. И, наконец, относительно результатов нравственной христианской системы, думаем, не может даже быть и среди искренних интеллигентных людей никакого разногласия в мнениях. Конечно, и в странах христианских достаточно греха и порочности. Но это все же не изменяет того неиспоримого факта, что как только явилась религия Христа и стала проникать в сознание и жизнь народов, принявших ее, всюду она вносила с собой добро и одно только добро. Она возвысила положение женщины и детей, облагородила мужчину, способствовала научному развитию и очистила чувства. Она же произвела в богатом изобилии благороднейшие плоды правосудия и мира, и бескорыстной любви. Она же создала и высшее земное благо – христианский дом. В государстве она принципами уничтожила рабство, почитаемое в древности даже выдающимися философами, необходимой и полезной формой общественной и государственной жизни. И вообще возвысила сознание свободы в каждом члене государства. Может ли после всего этого кто-либо сомневаться, который из двух религий – христианство или буддизм – поистине заслуживает название света? Азии, или точнее всего мира. Из вышесказанного легко видеть и то, какие важные заключения прямо и необходимы вытекают из факторов, в нем изложенных и разъясненных. Во-первых, должно быть ясно для каждого, что если бы кто стал утверждать, что и христианство, и буддизм одинаково исходят от Бога, который есть абсолютная истина, то он допустил бы такую нелепость, оправдать которую можно было бы разве только совершенным незнанием фактов сюда относящихся. Ведь то, бесспорно, выше всякого сомнения, что обе эти религии стоят одна к другой и в явном и непримиримом противоречии, притом по таким пунктам, которые наиболее существенны в религии. А могут ли две противоречащие между собой системы одинаково быть даны человеку для его веры Богом истины? Утверждать так, значило бы допускать прямую нелепость. Во-вторых, не менее ясно и то, что общепринятое деление религий на истинные и ложные не только нельзя назвать ни ценными, ни научными, как утверждают то некоторые либеральные ученые, но наоборот оно ценно и важно. В данном случае, подлежащем нашему вниманию, если христианство представляет собой несомненно истинную систему догматического и морального учения, то очевидно буддизм, стоящий в противоречии с ним, представляет собой систему ложную и по справедливости может быть назван ложной религией. Если первое есть свет, то второе не может быть ничем иным, как тьмой. В-третьих, невозможно, чтобы христианство и буддизм одинаково могли служить средствами спасения для тех, кто принял их учением и регулирует свои верования и свое поведение. Невозможно, разственно, чтобы столь глубоко противоположные между собой системы могли приводить человека к одной и той же цели. Если одна приводит к Богу, то другая, несомненно, должна отдалять от Него. И затем, если мы признаем Бога как несомненно действительного верховного существа, жизнь человека и все его усилия должны быть направлены к тому, чтобы приближаться к Нему, познавать Его, осуществлять Его всеблагую волю, то несомненно и то, что кто следует Будде, не знавшего и не признававшего никакого верховного существа, тот не может найти спасение для себя, потому что спасение наше только в Боге и от Бога. И действительно, столь восхваляемый ныне некоторыми свет Азии ведет людей не к спасению, а к обители, не к обители света жизни Отца Небесного, а к погибели, к мраку безначежного греха, фатального отчуждения от Бога. Цитата закончилась. Второзаконие, 32 глава, 16 стих. Богами чуждами они раздражили Его, и мерзостями разгневали Его. 1 Тимофей 6, 5. Пустые споры между людьми, поврежденного ума, чуждами истины. Удаляйся от таких. Евреям, 13, 9. Учением различным и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Послание Иуда, 1, 4. Ибо вкрались некоторые люди, издревле призназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого Владыка, Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok